Первой в армии под таким девизом стартовала военно-патриотическая акция Первого канала. Звезды приехали в училище ВДВ, чтобы осмотреть вооружение и военную технику, увидеть показательное выступление десантников, провести товарищеские матчи по футболу и волейболу и, конечно, вручить подарки. В ВДВ России славная история. И для миллионов молодых людей именно воин-десантник является примером мужества, воинской дудрости и преданности родников. Со столетним юбилеем десантников поздравляют звезды Первого канала. Среди них ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, народный артист России Владимир Березин, группа «Блестящие», ведущая рубрики «Острый репортаж» Алла Михеева и многие другие. Более 30 актеров, сценаристов, писателей и телеведущих вручают подарки лучшим курсантам, а также ветеранам ВДВ и действующим военным. Такое количество молодых клевых парней, мощных, желающих заниматься этим делом. Это марка, это фирма, и это потрясающие ребята, это, конечно же, элитные войска, но и по тому, какие это войска, нужно говорить о нашей армии. Я смотрю на эту выправку, на этот солдат, на этот плац, на то, что крыша отремонтирована, и, знаете, берет гордость. Впереди ждет очень непростая работа, совсем непростая, сопряженная с большой опасностью, и тем не менее они на это идут и получают удовольствие от того, что происходит. В этом году акция проходит уже второй раз. Впервые сотрудники Первого канала приезжали в училище на 90-летний юбилей. Сейчас встречают их традиционно. Военные песни исполняет сводный оркестр училища, многократный лауреат международных конкурсов. Силу и ловкость десантники показывают в умении обращаться с оружием, в чувстве товарищеского плеча и в виртуозном прохождении полосы препятствий. 40 лет назад, 28 сентября, я выпускался лейтенантом, и на этом плацу мне был вручен диплом об окончании этого прославленного учебного союзения. Я хочу обратиться с пожеланиями, чтобы вы учились на хорошо и отлично, обладевали всем необходимым, кто требуется для современного десантника и спецназа. Напомним, что Рязанское ВДВ было основано в 1918 году и является единственным училищем, которому присвоено звание гвардейского. Именно оно – кузница кадров для всей страны. В честь юбилея музею училища дарят копию мундира Василия Маргелова, основателя воздушно-десантных сил, память о котором так бережно хранят в Рязани столицы ВДВ.